Готовимся к заплыву, кто на лодке, кому место в лодку не досталось, будет идти в плач. Да, драли за место в шлюпке. Платон меня назвал, мама-двигатель спасательница Малифу. Пойдемте. Мы отправляемся, смелый Платон у руля впереди, мама здесь, а батя будет сейчас нас догонять. Привет! Поплыли? Ныряй! Заплыв сегодня! Чемпионский! На ту сторону Днепра! Все, дорогие, давайте, плывите рядом со мной! Привет! Плакон! Путь длинный еще. Вот такой у нас бодрый пловец. О, сколько жили! А у нас тут, как всегда, пробка. Где там наш пловец? Вот берег, от которого мы отплыли. Дедра, уже килограмм мы отплыли. Нет, это с 2 или 300 метров. Покажи, мама. Привет! Платон говорит, покажи нашего юного пловца. Плако! Плако! Не каждая птица долетит на середину Днепра. Но викинг из Эстонии должен его переплыть с берега на берег. Все, давайте туда дуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот наш зеленый пловец плывет. И вот наш юный пловец подплывает к нам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снимай! Я снимаю. Вот середина моста. Покажи плотный мост. Вот мост. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, вот на середине Днепра я плыву на мои спасатели в Малибу на каяках тут раскоячились. Судя по Википедии, длина этого моста южного, а это вдоль южного моста от берега до берега, 1,256 метра. В общем-то, небольшая дистанция для пловца. Поэтому хорошо иметь такую форму, когда ты можешь без всякой подготовки в любой момент времени раз эту дистанцию проплыть. Ну, согласитесь, правда? Не то, чтобы там какое-то время, а просто нормально проплыть. Ну, все, продолжим. Мы выйдем сейчас на том берегу, потом говорить. Вот так. Я вас люблю, конечно, но тогда вы ко мне все-таки больше плывете. Плыл наш, родимый. Мост, цель, рулевой, штурман Платон. Кажется, это как раз середина. Это я. Это не пуль. Догоняем? Вот наша плюная плавишка. Грибчиха. Грибчиха. Мне досталась, друзья, самая непростая миссия, потому что я гриблю. Грибчиха. Грибчиха. Вот он, наш турист. Русо туриста обликом морали. Русо туриста обликом морали. Но у них нет ни в коем случае. То, что ей надо, я тебе потом обиду. Русо туриста. Русо туриста обликом морали. Платону. Чикивара. Давай ко мне. Чикивара. Раковец. Впереди у нас водоросли. Такая прям шапка. Нам нужно их отплыть. На мосту пробка. Так, верим все ближе. Средина моста уже позади. А тот берег, ну, совсем уже позади. Смотрите, а мама, я помогаю. Вот он молодец. Батя тоже молодец. Футочка. Вот туда мы должны приплыть. Мост Батона. То есть, южный мост. Если я не ошибаюсь, это мост. И оттуда мы плывем. Для разбег. Продолжаем репортаж. Все идет по плану. В берегах, в котором мы плывем, где-то там. Руки у меня отбросил, немножко дрожат. Куда нам будет? Не ошибаюсь. В мост. Не утопи весло. А то придется за ним плыть. Ну как вы? Нормально, мне так, нормально. Я отвечаю за повороты, а мама за чеченье сделала. Серьезно? Отвечает за повороты, посмотри в камеру. А мама за чеченье. Мама за все. Ну, хорошая мама у нас, да? Поэтому и люблю вас. Что на вас можно положиться во всем. Мама сказала, что если одна тут не умрет, то есть у детей. А чего маме умирать? Это я два раза умру, прежде чем маме хотя бы плохо станешь. На нашей маме петерыш переживет. Все, я поплыл, осталось немного. Мама, покажи перспективу. Да, друзья, зависло. В прямом смысле. Уже до волдырей. Но что делать? Надо так, но в лесу ближе. Вон он берег, он близок, мост уже сколько позади. Тут плывет наш батя, а там рыболов, который... Крытая камера. Да. И возле лодки две уточки басутся. Вот и прям... Я сейчас достану, достану прям сейчас в мольбер и буду рисовать, как... Худешь! Ты это можешь. Вот я тебе прикрылся. Бережная прямая, кто быстрее берегу. Давай идти на перегонки. Вот там берег наш, там мост. Батя, давай на перегонки. Перегонки. Так, ты умник. Батя, давай на перегонки, кто быстрее. Я же не катер, Платон. Не акула, к сожалению. Как ты чувствуешь? Даже нефтянга. Я просто человек. Как ты себя чувствуешь? Иди сюда из Астунии. Как ты чувствуешь себя в данный момент? Далее. Наверное, последние метры самые тяжелые, когда позади такой путь. Во, наша путь. Мама, ну вообще. Наш берег. Наша цель. Далеко не до Тарлина? Не подскажите, а? Уже близко. Проплыли намного больше. Я скоро вот так и заплывем. Я так могу и до Светловодска доплыть. Потому что течение как раз помогает. Почему нет? Да? 300 км. А до Европы? До Европы, можешь? Да. Наша? Наша. Да, 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 да. Ну что, наверное, пузырьши. Вперед, Платон. И хочется продолжить еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. Платон, давай к берегу. Давай, я стараюсь его всех съем. Смотрите, ребятки, пока. Ну да, давайте смотреть, где пристать. Не знаю, наверное. А, ну что? О, какие-то камешки. А, ну нормально. Хоть можно встать. Так, держитесь, друзья. Камни поползли. Встаньте. Вот, друзья. Плыли мы, плыли. И, наконец, приплыли. Прямо до этого берега. Так, давайте еще. Кояк. Мас, вылезь. Кояк сюда. Платоша, не упадь. Ну что, я доволен. Пока в форме. Пока мы все же налегко. И это главное. Нурять у нас. Без всяких поддаконов. Конечно, посмотри, как ты как-то туда нурять. Плато не спешит. Я Босейдон Оболымов. Я повелитель Днепра. Я повелитель самой длинной дистанции, которая есть в Киеве, у столь южного моста. И так каждый день. Точнее, каждый год. Каждый год, друзья. Каждый год. Обратите внимание. Вот согласитесь. Ведь если вы смотрите за моим жизнеописанием, которое есть в Фейсбуке и в Инстаграме, согласитесь, довольно приятно иметь такую форму физическую, когда без всяких усилий, просто обыденно, как если бы пошел в магазин, ты берешь и переплываешь в Днепр. Ну, разве не стоит этого ЗОЖ, здоровый образ жизни, просто жить? Не то, что там понтоваться перед кем-то, потому что в первую очередь я делаю все эти достижения для себя. Для того, чтобы ответить себе, что я могу, а не кому-то показать. Все.